Привет, мои хорошие! Это Оля Котлерова и в этом видео покажу, как я сделала этот альбом замечательный, такой объемный, фактурный альбом-туннель. Делаю я его с ножичками Flaffy Duffy. Для основы я взяла бумагу для черчения, порезала ее на основы и чтобы у меня получился туннель, я ножами фигурными вырезаю дырочки разного размера, то есть от большего к меньшему и у меня должно быть количество страничек соответствует тому количеству, которое я задумала для Минника своего. Можно сделать рамочки, вот эти дырки не только фигурным ножиком, но и просто ножом, просто прямоугольники нарезать. Затем для сборки альбома в единое целое я беру кусочек той же самой бумаги для черчения по равной высоте моего альбома. И складываю гармошкой, получается одна полосочка примерно около сантиметра, чуть меньше. То есть я смотрю по расстоянию, где моя самая большая дырочка начинается, чтобы не было видно вот этой гармошки из-под обложки, самой первой. И хорошенечко складываю гармошечку. Соответственно, гармошка должна быть такого размера, чтобы туда все странички поместились. То есть столько вот этих выемок, сколько у меня страничек. У меня 6 страничек и, соответственно, гармошка из 6 элементов состоит. Я подрезала обложечки так, чтобы они все были одинакового размера. И затем делаю много-много вырубки ножичками флафидафи. Я взяла вот эти три ножа, кораллы, грибочек и листочек такой ажурный. Причем гриб вообще не в тему морской, у меня миник про море, такой один эпизод с моря. Но можно в туннелях, в чем их фишка и красота, можно использовать различные силуэты, какие-то растительные, даже если у вас не про растительность альбом. Все это будет очень красиво, гармонично смотреться, создавать такую ажурную рябь в окошке, чтобы все это было интересно разглядывать потом. Затем я открываю первую страничку. Странички у меня все состоят из двух частей, они как будто сложные пополам. Страничкой я внутрь вклеиваю вырубку так, чтобы она выглядывала из окошка. Тут не сложно это делать, можно целиком закрывать, можно меньше закрывать. Смотрите, какая вырубка. Можно вырубку разместить так, что более плотные элементы будут ближе к последней страничке альбома, а более-таки дырявые элементы к первой страничке альбома. И будет интересный эффект создаваться, такой объемный 3D эффект. И я обложку, самую первую моего миника, делаю так, что практически все окошко у меня загораживается вырубкой, потому что обложку я хочу сделать более цельную. А уже в страничках будет больше дырок, больше пространства внутри окошка, чтобы были следующие странички видны. И на обложке, соответственно, у меня самое большое окошко вот это, а ближе к концу самое маленькое окошко. Бумагу я всю использую одну и ту же, чтобы у меня оттенок и фактура бумаги совпадали. Хотя можно с этим тоже поиграть, можно основу сделать из другой бумаги, можно использовать, естественно, скраб-бумагу, совершенно не обязательно только белый цвет тут использовать. Этот принцип, он будет в разных материалах красиво и интересно смотреться. Первую страничку, когда я проклеила окошко, я приклеиваю к гармошке. Тут надо посмотреть, как надо разместить гармошку, чтобы все правильно совпало. Сначала я приклеиваю одну сторону странички, затем промазываю клеем ее всю и приклеиваю к второй полосочке, вторую сторону странички и между собой они у меня таким образом склеиваются. Все это делать аккуратно нужно, чтобы клей не торчал, чтобы все было опрятненько, симпатичненько. Тем более, что у меня белый миник и тут хочется мне, чтобы он получился аккуратненьким. Обложка у меня готова. Теперь то же самое повторяю со следующей страничкой. Это у меня уже будет первая страничка миника. И тут я вырубку размещаю по тому же принципу. Окошко, кстати говоря, у меня тут такое же, как и на обложке. То есть я сделала три размера окошек по две штучки. Каждого и они друг за другом идут. Сначала две самые большие, потом две средние и две маленькие. И я размещаю вырубку так, чтобы в этом окошке, вот на первой страничке, было пространство пустое. Точно таким же образом вклеиваю. Сначала приклеиваю одну сторону гармошки, ту сторону, к которой я приклеила вырубку. И затем промазываю клеем и вторую сторону приклеиваю. И по тому же принципу я продолжаю собирать альбомчик весь, пока у меня все странички не закончатся. И можно сразу листать, смотреть, как это все вместе смотрится. У меня получился вот такой вот альбомчик. Он сразу у меня собрался, сразу и объем добавился. И вот это окошко интересно очень выглядит. Я с внутренней стороны еще проклеила сгибы. Там, где корешок, приклеила бумажечку, полоску сложенную пополам, чтобы закрыть какие-то неаккуратности, которые у меня в процессе сборки появились. И добавила в качестве элементов в сам миник несколько чеборда. Чебор тоже флаффи-даффи. И фотографии маленькие. И парочку, буквально кусочков скраб-бумаги. То есть, главное украшение, главная фишка у меня, этот туннельчик, вот эти окошки мои ажурные красивые. Минимум декора я внутри использовала. И добавлю еще журналинг, черные элементы. И этого будет более чем достаточно для такого небольшого формата. С внешней стороны я добавляю красивенький корешок. Я взяла кусочек скраб-бумаги, сложенный в три раза и по ширине, чтобы он соответствовал ширине корешку, который у меня получился. И приклеиваю его снаружи к обложкам. То есть, сам корешок я не приклеиваю, а приклеиваю только переднюю и заднюю спинки миника к этому корешку. И украшаю я его рамочкой, фишкой флаффи-даффи и буковками-наклейками русскими. Я составляю заголовок, лежать на песке. И у меня на фишке надпись «Я люблю это», такая очень универсальная, которая под любой проект подходит. И очень украсила мой альбом, сделала такой красненький, симпатичный акцент. Вот такой миник получился. Я первый раз сделала туннель «Мой способ». Надеюсь, что он вас вдохновит. Тоже попробуйте эту технику, которая очень многообразна, интересна. Ей можно целый такой мир внутри создать. Спасибо вам большое за просмотр, что нашли время, посмотрели это видео. Желаю вам вдохновения. С вами была Оля Котлерова. Пока-пока.